Здравствуйте, рады мои! А кто нам не рад, тоже здравствуйте! Вот сейчас я вам покажу, что нам врут. Буквально вводят за нос. Вот посмотрите, два документа. Первый документ называется «Древние карты мира». Второй документ – «Наука». И часть ее, рады мои, что напихивают «Википедия». «Энциклопедия, рады мои!» А давайте, рады мои, что я имею в виду, давайте посмотрим внимательно. Вот читаем. «Долгота». Вот тут земной шар маленький, видите, широта и долгота. Читаем. Долгота, долгота, ля-ля-ля, все остальное. Вот история измерения долготы. Читаем внимательно. Сейчас поверну. Одним, одним из первых способов определения долготы предложил известный путешественник Америго Виспуччи. Вот он, мужик этот. Посвятивший много времени и сил изучению проблемы во время своего пребывания в новом свете. Он изучал это во время пребывания в новом свете. Что такое новое свето, рады мои? А это Америка, рады мои. Читаем. Америка, Виспуччи. Флорентийский путешественник, в честь которого будет названа Америка, отправившись в 1501-1500 годах в плавание к берегам Бразилии и весь Индии. Рады мои. Это начало 16 века. Значит, рады мои. Изучал он на новом свете уже в 16 веке. Читаем. В чем он пишет. Что касается долготы, я заявляю, что обнаружил, что при ее распределении я столкнулся с большими трудностями. И мне пришлось очень сильно постараться выяснить расстояние между востоком и западом. Долгота, рады мои, это расстояние с запада на восток. Широта, это расстояние с севера на юг. Это координаты с севера на юг, с запад на восток. Их, с игрек. С помощью этого рисовать карты. Точно. Можно рисовать карты. А те, рады мои, смотрим карты. Вот первая карта. Читайте в этом углу вот здесь. Восемьсот четырнадцатый год. Долгота. Видите? Долгота. Восемьсот четырнадцатый год, рады мои, девятый век. Дальше. Одиннадцатый век. Тысячный год, рады мои. Долгота. Смотрите, точная карта. Следующая. Тысяча сто девяносто 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 год. Долгота. Вот здесь сбоку написано, справа с стороны. Тысяча тристо шестьдесятый год. Вот здесь внизу тоже. Тысяча тристо шестьдесятый год. Четырнадцатый век. Смотрите, долгота и широта. Долгота. Смотрите, как точно. Пятнадцатый век, рады мои. Долгота и широта. Верховый угол считайте. Тысяча четыреста девяносто девяносто год. Наша эра. Пятнадцатый век. Долгота. Но это пятнадцатый век уже. Все. А где рады мои? Долготу появилась у нас только рады мои. И вот читаем дальше. Наряду с методом Веспуччи было предложено еще несколько астрономических методов измерения долготы. Астрономических. Иоанн Вернер. Тысяча пятьсот четырнадцатый год. Галилей Галилей. Тысяча шестьсот двенадцатый год. Дальше уже пошло уже дальше. И уже рады мои. Часовщик-самоучка. Это уже восемнадцатый век, рады мои. Долгота пошла. Так вот, рады мои. Теперь вопрос. Кто врет? Или что вранье? Ответьте мне на вопрос. Или древние карты мира врут? Или наука наша врет? А может то и другое? Все. Лайки, дизлайки, комментарии. Подписывайтесь. Дальше еще что-нибудь такое веселое расскажу. До свидания, рады мои. Редактор субтитров А.Семкин